Друзья, заходите в круг, давайте начинаем. Окей. Друзья, все тут? Доброе утро. Друзья, это случилось, вот никто не верил, несмотря на то, что это пятница, и 9.34, и не пробки, но 5. Ого, ого, что с того? Друзья, спасибо большое, что вы все приехали. Мы сейчас начнем немножко с середины и не по порядку, по разным всяким причинам, атефистам. Есть еще люди, которые приедут сюда, включатся в процесс, но я думаю, что имеет смысл начинать. Меня зовут Оля, я с вами со всеми разговаривала по телефону, с кем-то я знакома лично, с кем-то по телефону. Но сейчас будет прекрасная возможность всем друг с другом познакомиться. Мы начнем, наверное, с того, да, опять же, я прошу прощения, прошу извини, что мы начнем не сначала, сейчас мы хотели показать вам фильм про Лимут. Он чуть-чуть, похоже, приедет. Вот, ну, я не знаю, я хотела это сделать. Вот, поэтому то, что мы сейчас сделаем, мы с вами сейчас немного перетусуемся, познакомимся, чуть-чуть поговорим, а потом как раз приедет фильм про Лимут, и дальше уже будет торжественное начало, хорошо? Я поговорила, позвонила с моим парой Лайбом. Окей, тогда давайте сделаем так. Сейчас я предлагаю всем встать и начать ходить. В какой-то момент я попрошу вас разделиться на пары, потом на тройки, и таким образом мы обрадуем несколько кругов, хорошо? Окей, окей. Можно ходить сейчас и со всеми здороваться, и всем улыбаться, это важно. Друзья, сейчас мы ходим, со всеми здороваемся, улыбаемся, и буквально в минуту что-то. Окей, сейчас попробуйте встать по парам с теми людьми, которые, наверное, с вами оказались. По парам получилось встать? Чудесно. Ну, тогда теперь продолжаем ходить с парами, в которых вы только что объявились, и продолжаем здороваться, здороваться, здороваться. Теперь давайте попробуем единиться в четверке. Случились четверки? Можно в пятерке, если у кого-то не получается в четверку, в единице можно в пятерку. Не забывайте представляться, как вас зовут. Прекрасно. Давайте еще разочек пройдемся по комнате уже в четверке, да? Вы примерно представляете себе сейчас, какие круги нужны в единице, да? Попробуем сейчас создать восьмерки. Восьмерки получились? Окей. Итак, друзья, у вас случились восьмерки сейчас, да? Появились? Не совсем. Не совсем. Есть, может быть, шестерки, семерки. Кому-то не хватает. В общем, это не так важно. Давайте сейчас с теми восьмерками, которые у вас получились, сядем в маленькие кружочки по восемь минутам. По семь, по шесть человек, сколько получилось. Все нашли к кому-то соединиться. Окей, чудесно. Те, кто вновь приходящий, привет. Присоединяйтесь к одному из кружочков. Итак, друзья, мы сейчас начнем знакомиться вот такими маленькими со стороны, потом мы еще чуть-чуть перемешаемся. То, что сейчас произойдет, каждый из кружочков получит по определенному количеству открыток разных. Я думаю, что включить немного воображения в пятницу утром – это самое оно. Это прекрасная тренировка для дальнейшего продуктивного дня и приятного продолжения выходных. Поэтому сейчас в ваших кружочках я прошу вас познакомиться, назвать друг другу имена, посмотреть те открытки, которые вы получите, а дальше я буду задавать вопросы, и мы будем с этими открытками уже внутри круга на тему этих открыток, точнее, при помощи этих открыток продолжать общаться, хорошо? Тогда вы пока что назовите друг другу имена, можете представиться, откуда вы приехали, я пока разнесу открытки. Друзья, давайте я объявлю задание, чтобы продолжить прожиться на городе, хорошо? Ура! Да, я просто расскажу, что сейчас мы будем делать. Зачем же в вашем кругу появились открытки? Удивительный вопрос. Итак, я сейчас вас прошу выбрать несколько открыток. Первая – это открытка, которая больше всего вам сейчас подходит под настроение. Вот вы сейчас себя так чувствуете, и вот именно это вы видите на той открытке, которую вы выбираете. Вторая открытка, да слушайте, да слушайте, а вы выбираете, хорошо? Это важно. Я вас еще на курсах. Вторая открытка – это что для меня лимут? Да, вот лимут, как лимут в целом. Какая из этих открыток, если есть такая открытка, какая из них больше всего характеризует для вас лимут? И третья открытка, которую выбрать – это балансорная лимута. Как вы себе это представляете, что она для вас? Чем она для вас не играет? Если еще открытки, можно меняться открытками друг с другом, если у вас не хватает, а соседний круг есть лишний, вы можете сейчас поменять. Открытка струда должна быть? Нет, каждый день с вами. Открытка струда. Так, спасибо. Открытка струда. Открытка струда. Спасибо. 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 Если у кого-то остались открытки в группе, принесите их мне. Окей. Мы начинаем буквально через полминуты, так что пошел обратный отчет. Отлично. Нам сейчас немножко со всем удалось познакомиться, немножко начать разговор. я хочу подчеркнуть то что это действительно только начало разговора и у нас будет еще сегодня день и еще все дни лимуда чтобы продолжить знакомиться и общаться мы один из вопросов который я задавала был что такое два вопроса что такое для вас лимуд и кто такой волонтер на лимуде мы сейчас еще попробуем в продолжении попытаться разобраться в этом интересном деле вот но пока что мы хотим показать фильм прошлого года чтобы вы чуть-чуть заразились атмосферой для тех кто впервые здесь и в качестве волонтера и кто-то даже я знаю есть впервые кто на лимуде чтобы вы посмотрели как это происходит и дальше мы пробуем все это поиграть хорошо но перед тем как мы включим фильме хочу дать слово релите только потому что я скоро ухожу мне сегодня учеба меня зовут аэлита я вместе с геной я вместе с геной ответственно ответственно за за комитет лекторов и я буду рада что чтобы вы присоединились к нам гена вас уже с вами все вам расскажет и покажет окей ну тогда спасибо элита мы встретимся на лимуде кино а а а а а и а и 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 Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 участников. Самый большой был до этого в Москве, только в этом году было там полторы тысячи человек. Ну, мы, соответственно, станем вторым. Потому что подозреваемый, что у нас будет больше, чем тысячи человек, мы в районе 1200. Сразу скажу, что очень много вещей, которые мы знакомы с прошлого года и мы делали в прошлом году в «Геносари», в этом году изменятся. Так как мы взяли вторую гостиницу, как вам уже знаете, некоторые люди будут приезжать, уходить. И, как бы, движение будет гораздо более серьезнее, чем то, которое было в прошлом году. Ну, и я надеюсь, что вам это будет в кайф. Потому что все это ради этого. Если вы будете волонтерить, и вам понравится, и вам будет это в кайф, то мы достигли своей цели. Все? Ура. Отлично справился. Давайте я вам буквально пару слов расскажу, как будет продолжаться наш сегодняшний день. Алла, привет. Сейчас мы с вами попробуем устроить некую симуляцию сумасшествия, которое происходит на Лимуде. В нашем с вами случае это действительно будет сумасшествие. Но это небольшая подготовка, чтобы вы знали, как оно там. После чего координаторы, представители разных комитетов, я когда разговаривала с вами по телефону, рассказывала вам, и те, кто уже был на прошлых Лимудах, знают, что на Лимуде волонтеры делятся по разным комитетам, и каждый комитет отвечает за какую-то свою сферу деятельности. Соответственно, координаторы расскажут про свой комитет. И после этого у нас будет возможность разделиться по комитетам. мы сделаем перерыв. После этого перерыва мы встретимся уже внутри комитета, чтобы попробовать подумать, проговорить, как это все будет работать и так далее. Хорошо? Есть со мной? Прекрасно. Тогда мне сейчас нужно два человека в помощь. Кто-нибудь просто. Кто умеет бумажки раздавать. Отлично. Чудесно. Так все и происходит. Он с микрофоном страшно говорит, и люди с кругой. Каждую бумажку нужно раздать на... А, нет. Вот, если право, вам не ползают. А потом, если расходят, это же, Оля. Слушайте, я поняла, что если не ошибаюсь, чтобы прижать еще ваше внимание немножко, пока мы не раздали бумажки. Каждый сейчас два, слэш-три человека получит бумажку. На этой бумажке будет написана некая роль. Та роль, которая может встретиться на Лимонте, и чаще всего она и встречается. Там будут и представители комитетов, и волонтеры, и всевозможные виды участников, которые приезжают, лекторы, все, кто только нет. Почитав, что написано на вашей бумажке, скорее всего, в этом кругу будет кто-то, с кем вам необходимо будет в рамках Лимуда взаимодействовать. Так вот, ваша задача будет найти того человека или тех людей, с которыми вам предстоит взаимодействовать, каким-то образом взаимодействовать с ними. Но глобально цель того, что случится спустя 20 минут после того, как я раздам бумажки, чтобы каждый примерно понял, с кем он находится, получил ли он то, что он ищет на Лимуде, узнал ли он то, что хотел узнать, объяснил ли он то, что хотел объяснить. Окей? Это... Я понимаю, что я сейчас очень широко объяснила. Есть вопрос? Давайте попробуем. Я готова к сумасшествию. Максимум будем по ходу разбираться. Хорошо? Тогда два человека, которые бумажки умеют раздавать. У всех, да? Все обумаженные? Отлично. Очень хорошо. Итак, друзья, сейчас на раз, два, три заиграет музыка. Начинайте взаимодействие. Секундочку, одно. Те, кто принес книги Лимуду с собой, сложите их вот здесь, может быть, они кому-нибудь понадобятся. Это вопрос. Ага. Все, те, кто знает, что они принес книги Лимуду, сложите их сюда, они вам понадобятся здесь. И, друзья, давайте начнем. Ура! Ура! Те, кто! Продолжение следует... 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 Отличная тартика, просто спрятаться. Окей. Кто-то хочет как-то поделиться тем, что сейчас происходило, какие-то мысли, что-то, или мы продолжим дальше? Было весело. На Лимуде будет весело, обещаю. Да, Света. Меня зовут Света. Из того, что здесь происходило, лично для меня, для меня было, да, понятно, потому что я имею общее представление о том, как построен Лимуд. И когда я слышу слово «комитет решум», я имею представление о том, хотя бы общее, да, о том, что там происходит. Рано, рано покажу. Они на сердце, Мишечка. Но я видела, что, да, среди нас есть люди, которые с этой бумажкой не понимали свою роль, не понимали, чего делать, и в чем-то функции означенного персонажа. Отлично. Прекрасно подвела к следующей части. И так, наступило то самое время разобраться, что же за все эти странные слова «мокеда», «решум», «афака», «ангелина», «марцим» и всякое такое. Поэтому то, что сейчас будет происходить, я буду по очереди вот сюда приглашать разные комитеты, которые будут рассказывать про свою деятельность. Возможно, вы будете сейчас в своих ролях, которые вы получали до этого, узнавать себя и свои обязанности. После чего, внимательно послушав, что же рассказали координаторы, представители комитетов, вы сможете заполнить, написать на бумажке три комитета, в которые вам бы хотелось, и было бы интересно попасть, чтобы мы, в свою очередь, уже могли вас распределить по комитетам. Хорошо? Тогда, я думаю, что мы начнем с комитета программного, потому что программному комитету нужно убегать. Поэтому или Аня, или Вадик, просто расскажите. Подходите к микрофону. У вас много, это прекрасно. По самом деле, программный комитет состоит из еще большего количества. А нас много. Помните «Элиту», которая с Геной? С нами, только вернулся за границу, председатель программного комитета Ирина Заславская. Вы с ней познакомитесь уже на самом Лимуде. Не уверен, что именно сказать. Мы, в общем-то, ежегодно, да, я опишу процесс, ежегодно мы открываем табличку и всех волонтеров, и участников оргкомитета, приглашаем предложить какие-то заявки людей, которые хотелось бы увидеть. При этом не просто, вот, как хотелось бы астронавта, или хотелось бы астрофизика, или звезду, а конкретно, как имена, да, имена, может быть, какой-то контакт, телефон. Помимо этого мы позволяем себе свои какие-то идеи привносить, и потом начинается сама работа со всеми звездами, астронавтами, певцами, лекторами и так далее. Да, и тут очень серьезная работа идет, насколько понятно, сколько эти люди будут интересны. Они могут быть интересны нам, но совсем не обязательно они будут интересны всем, находящимся на Лимуде. И тот факт, что у нас очень много разных людей в комитете, дает нам возможность, так сказать, отразить по максимуму интересы населения, нам так кажется. Смотрите, у нас еще большая очень часть работы, это сделать так, чтобы в книжке все презентеры были вкусно поданы, чтобы было, потому что бывают презентеры, которые отличную сделают сессию, вообще шикарно, но о себе они не напишут так, чтобы к ним, мы знаем свою аудиторию, чтобы к ним прибежали, нужные люди. Мы чаще всего угадываем. Иногда бывает так, что очень интересный презентер, к нему приходит мало людей просто, потому что мы как-то не сумели правильным образом эту историю подать. И у меня есть ожидание от волонтеров, что волонтеры, так как в ваших руках и силах прочитать книжку сильно заранее, чем участник, прочтет ее. И спросить у нас, если вам что-то непонятно, потому что мы можем рассказать дополнительно, чем есть в книжке, про каждого презентера, почему его взяли, чем он прикольный, кто, к этому презентеру лучше всего кого направлять, кому сказать, ой, а этот вот тебе, сходи туда точно. Поэтому мы этим точно можем быть полезным. Мы знаем практически наизу, все знаем наизустью программу и знаем лично презентеров. Я лично еще отвечаю, меня Аня зовут, и я отвечаю за всю линейку с одноот, где что-то происходит физическое, где надо мастер-классы, где надо делать мастерские, где надо что-то делать. Вот, поэтому, например, я знаю, кому какие материалы нужны, где конкретно, что будет ручками делаться, вот, где можно вкусно поесть на мастер-классе. Вот, поэтому у меня все это можно тоже спрашивать, я, ночью меня разбудить, я вам это расскажу. Не надо. Не надо. У меня есть, кого будить ночью. Перед тем, как передадим микрофон Кейне, еще одно наше, на данный момент, сложные два задания, которые хотелось с вами поделиться, и важно, чтобы вы о них знали. А, это переводы. Да, мы сейчас занимаемся, чтобы по-русски на иврите было сделано то, что Аня так, то, что описала. А второй, мы пытаемся сбалансировать программу так, чтобы самым сложным на Лимуте был выбор. Чтобы в каждое время было 8 разных, относительно сбалансированных, вариантов сбалансированных, это значит, чтобы был вариант на иврите, поэтому вы тоже, как волонтер, к вам могут просто обратиться и спросить, знаете, куда послать. Знаешь, если человек говорит только на иврите, или по-русски, или наше, это важно. Есть еще момент, связанный с соблюдением субботы, у нас будут два, может, Ян об этом потом скажет, и так далее, для того, чтобы каждый человек нашел для себя что-то ему, ей, нужное. Я, Вадим, живу. Я, наоборот, выключусь. Слышно? Слышно? Ну, меня так слышно. Хорошо, ладно, буду говорить в микрофон. Не будем эксперименты ставить. Меня зовут Гена, я тоже из программного комитета, то есть вы уже поняли, что если вам понравится программа Лимуда, то это к нам, если не понравится, то тоже к нам, только мне лично, да? Наш комитет, часть из нашего комитета, я и Элита, после того, как мы проработали с программой, всех все взяли, мы перетекаем плавно в другой комитет, который на самом Лимуде будет действовать, как комитет Марцин, Векитот, это как бы лекторы и классы, лекторы и аудитории, где, собственно, проходят всякие занятия. Сейчас, собственно, о самом Лимуде, потому что вам нужно будет сделать свой выбор, в какой из комитетов вы хотите, и я расскажу про то, чем занимаемся мы. Причем в этом году, те, кто был у нас в прошлом году, чтобы вы понимали, что в этом году мы немножко расширились и в плане наших обязанностей, но, естественно, и в плане количества народа, которое мы берем. Лекторы. Мы занимаемся лекторами. У нас на Лимуде будет в районе 100 лекторов, из них приблизительно 70% русскоговорящие, где-то 30% ивритоговорящие, так что люди, которые к нам придут в наш комитет, вы должны понимать, что вы должны будете чуть-чуть пообщаться и на иврите. Будет один англоговорящий чувачок, может быть, два, но я думаю, мы с ним справимся все вместе, нас будет много. Но в основном, конечно, русский иврит. В чем, собственно, заключаются наши обязанности? Вот приезжает лектор на Лимуд, при этом, чтобы вы понимали, кстати, что какую-то часть из этих 100 лекторов, помочь которым мы должны, вы вообще не увидите, потому что есть совершенно нормальные, адекватные люди, которые приезжают, они смотрят сеточку, они находят там в расписании свою клетку, они понимают, что они в зале Хермон в 14.00, они приходят туда сами, в 14.00, сами вставляют флешку в компьютер, многим удается, сами проводят свою презентацию, вынимают флешку и уходят. И мы их вообще не видим. Есть такие люди, удивитесь. Идеальный лектор. Ну да, типа идеальный лектор. При этом есть некое количество лекторов, которым действительно нужна помощь, это не значит, что они какие-то не такие, а очень даже такие. Им нужно что-то спросить, им нужно что-то понять, им нужно понять, куда им идти, как им идти, что им делать. При этом, опять же, есть люди, которые, как это сказать, менее напряжены, они подходят действительно перед своей лекцией, или за час, или прямо, а есть люди, и были такие люди, которые в прошлом году, например, к нам подходили прямо с сумками, то есть они не пошли регистрироваться в свои комнаты, а они приехали, и первое, что они сделали, а у них лекция послезавтра, это они подошли к нам с сумками и начали спрашивать, где, что, как и почему. Это нормально. У каждого свой уровень тревожности, и мы, собственно, для этого там и сидим, чтобы таким людям помочь, все объяснить, все рассказать, и максимально успокоить, и когда я говорю успокоить, чтобы вы понимали, что это тоже наша функция, потому что, например, в прошлом году одна из лекторов попросила, чтобы с ней сидели первые 20 минут сессии, вот просто, чтобы кто-то из волонтеров рядом сидел. Это нормально, серьезно, вот если у вас в голове есть такой винтик, что это ненормально, задумайтесь, стоит ли вам к нам идти, потому что это нормально. Вот мы как бы хотим людей, которые понимают, что это нормально, что это хорошо, что это понятно, что все живые люди, и что есть лектора, которые там проводят 100 лекций в год своих, там, в разных местах, и вот так вот совершенно это делают. А есть те, которые реально готовились по нескольку месяцев конкретно к Лимуду, конкретно к этой сессии, чтобы конкретно вот этот час провести, один, и они прям реально волнуются, они будут часто к нам подходить. Можно ремарку? Конечно. Мне кажется, в данном, еще важно понять, что многие, да, поскольку все волонтеры, никто из лекторов не получает деньги, очень многие из них это звезды, это профессора, это люди, которые получают очень большие гонорары за свои лекции, и порой им важно, но не у нас. И поэтому иногда вот эта явка, что я пришел, я лектор, это еще какая-то потребность внутреннего человека получить какой-то особый рекоменшин. Как сказать рекоменшин? А вот признание. Кого-то по-русски, да, признание, да, что ты говоришь, да, спасибо большое, да, вот какое-то особое отношение, потому что это правда люди, которые едут в близкий свет, и поэтому как бы это люди со странностями, отчасти да, но отчасти это, ну, это можно понять. Да, да, частично эти действительно люди со странностями, мы должны и обязаны их понять, но, чтобы вы не пугались, большинство это действительно обычные люди, как мы с вами. Вот. И мы как бы сейчас говорим немножко о такой психологической части, причем там есть много тонкостей, опять же, на примере прошлого года к одной женщине, она стояла в очень неудачное время, в очень неудачном месте, с очень неудачной темой, к ней пришло ноль человек, ну, как бы ноль вообще никого, и понятно, что им нужно было как-то там поговорить и утешить, но это прям исключительный случай, но вот чтобы вы понимали, что бывают периодически вдруг какие-то такие случаи, когда нам, конкретно нам, нужно будет с ними как-то там поговорить и пообщаться. С другой стороны, мы как-то все говорим про проблемы, это и удовольствие, в общем, многие из них образованные, интеллектуальные, прекрасные, приятные люди, вот, и почему бы пока мы не провожаем их до их комнаты, с ними чуть-чуть там не перекинуться, пару слов, в общем, это действительно прикольно. Это по поводу, скажем так, психологической части. По поводу технической части, у каждого из этих презентеров есть какой-то заказы, стафа, вещей, ну, того, что им нужно будет во время их лекции, да, русский стаф. Да. И у кого-то это очень простой, мне нужен будет компьютер и проектор, это будет там стоять, и я надеюсь, будет работать, вот, а у кого-то более такой вот, ну, как бы так, оригинальный, да, там сложен, например, если у нас там будет мастер-класс, связанный с едой, то там будет вообще до хрена всего, что нужно этому человеку, естественно. Вот, и наша обязанность, в том числе, это с технической точки зрения, чтобы когда лектор зашел в свой кабинет, чтобы у него там все это было, если он там попросил четыре красных фломастера и 22 листа, четыре, и одну газету вести за 21 ноября 1998 года, то это все должно там быть, когда он зашел. И это наша с вами обязанность будет тоже. Скорее всего, мы будем это как-то переносить с утра и ставить где-то в уголке, либо там перед лекцией самого человека уже разберемся на месте. Вот, это что касается работы с лекторами, то есть, Тахлис, опять же, по-русски, как это на самом деле происходит, у нас есть такая стоечка, стол, над ней висит плакат, что мы, это комитет, который занимается лекторами, они видят этот плакат, подходят к нам, сразу вам скажу, не только они, все подходят, хотя для обычных участников есть другая стоечка, но неважно. Но в основном подходят лектора и задают какие-то вопросы, мы должны уметь на них ответить, если мы не знаем, как на них ответить, мы спрашиваем у меня или у элиты, если не я и элита не знают, то мы спрашиваем у Яна, если никто не знает, то все плохо. Вот. Но в основном все хорошо. Это первое, что касается работы. Да, и второе, все, я уже заканчиваю, просто чтобы объяснить. И второе, мы следим за порядком в классах и мы помогаем лекторам в классах, если им это нужно. В прошлом году этого не было, мы просто их отводили, говорили, вот там зал Хермон. Не, 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 не надо. Хорошо, ладно. В прошлом году мы занимались этим, потому что были вынуждены. В этом году мы будем заниматься этим, потому что это наши обязанности, у нас под это прибавилось в два раза больше людей. Вот. То есть мы не просто отводим лектора в его комнату, мы еще и говорим здрасте, меня зовут Маша, я вот тут вот рядом, вот там вот наша стоечка, я буду заходить к вам периодически. Давайте мы включим компьютер, давайте мы включим флешку. Работает, все хорошо, вот ваши 22 листика, вот газета Вести, все хорошо, спасибо. Я тут буду где-то рядом, я к вам еще несколько раз зайду. И мы всегда будем дежурить минимум по два человека, то есть кто сейчас будет на свене, два или три, чтобы один мог всегда находиться на посту, а другой мог всегда где-то там между комнатами пройтись и сказать что-то лекторам, и чтобы лектор действительно видел и был спокоен, что кто-то о нем заботится. Вот это вот в принципе наша работа, работа с лекторами со всех абсолютно точек зрения. Спасибо. Следующий, Ишан. Леша? Леша? Леша нет? Леша, как всегда. Леша, видимо, в аганалоне. О, Леша, идем. Идем сюда. Я тебе потом дам. Меня зовут, если кто не знает, меня зовут Ангелина. И я, Макс и Леша, мы представляем комитеты АФАКИ или логистики. На самом деле, наша задача... У нас комитет очень-очень особенный. Если вы считаете, что вы любите много бегать, прыгать, заниматься спортом, быть очень активными и быть в движении все время, и все время всем помогать и решать людям их проблемы, то это мы. На самом деле, я хотела бы дать микрофон Леше, потому что Леша знает, как красиво, на более интеллигентном, красиво на русском языке объяснить, чем занимается наш комитет. Давай, Леша. Давай. Всем привет. Меня зовут Алексей. Я вам два слова расскажу о том, чем занимается наш комитет, который называется, как вы уже слышали, двумя названиями, Макет, он же АФАК, он же... Нет Макета, он же АФАК, он же Логистика. Вот. Соответственно, в течение года мы занимаемся подготовкой всего мероприятия, чтобы на определенный момент времени в любом месте фестиваля присутствовали определенные предметы, вещи, и все было на своих местах. Вам это, как бы, сейчас не так важно. Важно, чем мы занимаемся на самом фестивале. На самом фестивале мы, как комитет логистики, поддерживаем связь с представителями других комитетов, как бы, мы делаем так, чтобы в любой момент времени необходимые предметы, вещи, услуги были там, где они должны быть, чтобы все работало. Если где-то есть проектор, он должен работать. Если есть где-то флешка, если есть USB-хаб, который должен принимать флешку, он должен работать. Если есть микрофон, он должен работать. Если есть... Да. И все это было, все это присутствовало. И если нужно что-то срочно организовать, да, как мне подказывает Ангелина, нужно что-то срочно организовать. Соответственно, это требует от участника, от волонтера нашего комитета и всегда доступности. Ну, то есть, в то время, когда он должен делать свою работу, он должен быть действительно, как бы, замин машинника. должен быть... Да, он должен быть доступен и оперативно реагировать на ситуацию, принимать решения, если он... Либо, по крайней мере, объяснить четко, понятно, что конкретно происходит там или где-то... Где конкретно нужно сейчас тушить пожар, скажем так, если он происходит. Вот. Лучше до этого, конечно, не доводить ни до каких пожаров. И что важно, то есть, мы имеем... С одной стороны, да, у нас много, как бы, ответственности перед участниками. То есть, если мы понимаем, что если один участник, допустим, недополучит программку, то пострадает от этого один участник. Если, допустим, лектор не сможет ставить свою флешку, это уже пример, который говорил, да, пострадает, допустим, большая лекция, но больше участников, которых, мы, как помним, уже больше тысячи человек. Поэтому требует, прежде всего, от волонтера комитета логистики определенной отдачи, ответственности. Что получает волонтер взамен? Он получает некую привилегированность, потому что он имеет право... Да, он имеет, во-первых, да, рацию, по которой... Как в прошлом... Правильно! Но у нас у всех есть рация. У нас у всех есть рация. Не одна на комитете, у каждого. Это А. И Б, он имеет... Да, он имеет возможность контактировать с представителями всех других комитетов. И что... Он знает все, что где происходит в такой момент времени. И, соответственно, у нас есть некое секретное помещение, к которому доступ имеем только мы, да, некий склад. То есть человек должен обладать некоторыми науками за складом тоже. Всем спасибо. Меня зовут Макс. Я хочу добавить буквально пару слов. Во-первых, то, что очень важно подчеркнуть, то, что в этом году мы будем стараться сделать все для того, чтобы не было пожаров, которые нужно было тушить, потому что мы все сделаем заранее. И... Это, собственно, является нашей цель, чтобы мы проверяли, что все работает, все как надо. Но иногда все равно, даже если мы все подготовим супер, могут появляться какие-то нестандартные ситуации, кто-то решил перелезть через забор или еще что-то. и тогда нужно немножко подумать, как бы, окей, а что мы с этим человеком делаем? Я хотел сказать, что в ролях. Что мы делаем конкретно с этим человеком? Потому что, как бы, в этом комитете у волонтеров требуется то, что наяврите называется Рожга Доль, то, что он не просто выполняет то, что ему сказали, а иногда проявить инициативу и сказать, окей, тут что-то идет не так, нужно либо сообщить дальше, либо самому это решить прямо тут сейчас на месте. Вот. Ну, у нас, наверное, все. Так. В рамках запомнили. В рамках запомнили. Есть вопросы? Спасибо. Можно нам? Давайте. Добрый день еще раз всем. Меня зовут Лана. Это Ирина. Хорошо. Мы волонтеры, и мы представляем комитет Хеллдеск. Ну, естественно, я не буду говорить о том, какой комитет лучше и важнее, более важный, более интересный. это совершенно бесперспективно. Я еще раз потренируюсь потом. Но на самом деле я хочу сказать, что я надеюсь, в переводе, что такое Хеллдеск, я думаю, все понимают, это один из комитетов, Генточки расскажу отдельно подробно. Это один из комитетов, который находится в эпицентре Лимуда, на лобном месте, постоянно, с самого начала и до самого конца. Основная наша деятельность это, конечно, участники. Но поскольку мы находимся там постоянно, в определенном дежурстве, детали мы, естественно, обсудим в комитете, я не буду сейчас загружать и тратить время, то поэтому, конечно, наша деятельность будет касаться не только участников. То, как сказал Гена, что человек видит стойку, попадает, имеет он отношение к этому так или нет, тоже самое, конечно, комитет Хеллдеск. Наша работа будет начинаться с момента заезда людей. Мы будем представлять его всем комитетом, эти люди, которые приветствуют людей, вручают им торжественно сумочки красивые, книжки, бейджи, что-то говорят. И потом, собственно, начинается наша работа. Наша основная работа это информационный центр. Это, конечно, самое главное. Поэтому человек, который умеет и хочет, как уже сказала Ангелина, но нас это, естественно, всем касается, помогать людям, отвечать на самые многочисленные вопросы, совершенно странные, нелогичные, но мы должны будем это делать. Человек, который работает в комитете Хеллдеск, будет там находиться, должен улыбаться, должен, не важно, какой человек подошел, странный, не очень, неадекватный, очень важно владеть информацией, знать, что где везде происходит, знать хорошую территорию, знать аудиторию и их название, синагога, написание обедов, туалеты, особенно детская программа, потому что по опыту прошлого года огромное количество родителей теряют детей, они совершенно не понимают, что не находятся, где их ребенок, я подозреваю, что они не сильно переживают, знаю, что на Лимуде все хорошо, у них есть немножко время отдохнуть, но тем не менее. Это все комитет Хеллдеск. Дальше комитет Хеллдеск будет заниматься некими мероприятиями, которые в рамках программы Лимуда. Это экскурсии, сейчас еще я не могу вам точно сказать в комитете, что это будет происходить, но если все сложится, как должно быть, это две экскурсии в Шиши и две экскурсии в Шаббат, это, как правило, очень интересная штука, которая интересует большинство участников Лимуда, и все туда хотят, хотя места будут ограничены. Этим тоже занимается комитет Хеллдеск. То есть у нас будет информация, мы будем записывать людей, мы будем отслеживать их участие, посадка в автобусы и так далее, а также денежные вопросы. И я думаю, что открытие, где тут наше начальство, то есть в прошлом году комитет Хеллдеск, в том числе, занимался организацией людей на открытии, потому что это происходило не в самой гостинице Генназар, это были автобусы и выезд в поездках, это, соответственно, своя логистика, этим тоже занимается Хеллдеск. Это в двух словах как бы о нашей плюс-минус работе. Есть еще один важный факт, что кто не знает, а кто знает, вспомнит, что Лимуд работает в двух основных зданиях на этой территории, то есть основное здание и есть еще одно Бердегай, это своя логистика, потому что будет стоить Хеллдеск и в центре Генназар, и в другом, как-то неправильно я говорю это внятно. Хорошо, ребята, то есть как бы подробности опять же в комитете, но я, конечно, очень буду рада всем, кто захочет быть с нами. Мне кажется, это очень классно, весело, быть всегда в центре и испытать одну из прекраснейших иллюзий, что ты управляешь процессом и все держишь в своих руках, а иногда это правда, а не иллюзия, и познакомиться с массой людей, и, конечно, тех, кто хочет улыбаться и помогать людям, потому что это не всегда легко, просто и приятно, и мне важно это произнести вслух, что мы все волонтеры, а также участники, мы ждем получить удовольствие от Лимуда, но все-таки это работа тоже, которая подразумевает некие обязанности и некие возможности выдержать. Спасибо вам большое, я вам даю трубку. А, не трубку мира. Меня зовут Ирина, я, в принципе, не буду все то, что рассказала Лана, все это правда. Единственное, что я хочу сказать, что, в принципе, это место, где участники получают тот комфорт и ту уверенность, что они никогда никуда не потеряются, найдут свою лекцию, которую они хотят и так далее. То есть, это, на самом деле, классное, центральное место и мы всех вас ждем в нашем комитете. Будет весело. Рацию обещаю. Правда. Анечка, ты? Да. А можно я? Можно я? А можно я? Да, склево. Друзья, я буду очень краткой. Я, Эммия Зутан, я рамилья Мэк Бутерман. Доброе утро! Я, на самом деле, не одна в комитете, представляю комитет Трешум, записи, регистрации участников. С нами еще есть волшебные инописи, которые, к сожалению, не смогла сегодня быть. И у нас есть еще Михаил Винтер, наш бэк-офис, вся техническая и интернет и платежная система. Я вообще не буду говорить, чем будем заниматься, поэтому я это расскажу тем волонтерам, которые выберут. Но концепция такая. Люди приезжают, они приезжают к нам. Мы их заселяем, мы им отвечаем на первые вопросы. Перед этим мы их всех расселяем и готовим все, чтобы им было прекрасно, замечательно, круто и волшебно. Мы работаем до захода шабата. И основная наша работа это четверг вечер. Мы замечательные, мы лицо лимуда. Люди приходят и надеются, и верят в нас увидеть то, на что они приехали на этот фестиваль. Вот. Мы должны хорошо, красиво улыбаться и быть радостными, замечательными, очень собранными, помнить тысячу фамилий, например. Вот. И я буду очень рада видеть волонтеров, которые к нам присоединятся. Если есть вопросы, в личном порядке на перемене. меня зовут Света. Привет. А это Катя. Это Катя. Мы занимаемся детской программой на Лимуде. Я знаю, что сейчас практически все из вас, у кого нет педагогического образования, делают свитч и отключаются. Не надо. Я знаю, что все, у кого есть дети сейчас, да, думают, господи, хоть от своих отдохну на программе и отключаются. Постарайтесь не отключиться. Я знаю, что все, у кого нет детей, думают, да, я, да, они уже отключились давно. Пожалуйста, постарайтесь нас сейчас услышать. Дело в том, что в начале возникновения Лимудов в Израиле, к сожалению, к детской программе мы, мы, я имею в виду оргкомитет, да, относились как к чему-то, ну, какой-то такой предаток, да, если уж участник приехал с детьми, то мы уже, ну, как-то там за ним присмотрим. К счастью, это меняется. Это меняется наше отношение, соответственно, меняется серьезность, да, выстраивание детской программы. Почему? Потому что, во-первых, опять-таки, к счастью, к нам все чаще и чаще приезжают семьями. И зачастую, поскольку это Израиль, детка, большими семьями. Даже те, и эти дети, которые бывают на Лимуде первый раз, второй, вот я вас, например, познакомлю со своей дочкой Михалли, которой семь лет. В этом году будет ее седьмой Лимуд. И все чаще и чаще у нас есть дети, которые реально Лимудята. Они знают, что такое Лимуд, зачастую лучше, чем мы. Они ориентируются в нем легче. И вы себе не представляете, как они его ждут. И очень часто семьи, которые возвращаются на следующий год, они возвращаются не только потому, что им там было хорошо, потому что там было хорошо их детям. Нам видится это очень важным, потому что история про давать что-то, уметь выстраивать важные для тебя вещи, они, наверное, закладываются все-таки в тот момент, когда дети видят, что их родители встали и построили что-то интересное, нужное, значимое для них под себя, под свой формат. Это такая вот пафосная речуха, но мне кажется, она очень важная. Теперь немножко, как ты, Гена, говоришь по-русски тахлес или это ватик сказал, конкретики. В этом году на Лимуде будет, скорее всего, шесть детских групп. Две из них это детки в возрасте 3-5 лет, дети до 3 лет находятся с родителями. Следующая возрастная категория это дети 6-9 лет и еще одна категория это дети 10-12 лет. Все, кто старше 12 лет, они принимают участие во взрослой части программы. С детьми есть папа и мама группы. Это специально обученные люди, то есть это действительно педагоги. Пожалуй, это, наверное, чуть ли не единственные люди, которые доработают за деньги на Лимуде, потому что это другой уровень ответственности, другой уровень подготовки. Это связано также со страховкой, со многими вещами. Но поскольку мы все-таки считаем, что значимость волонтерства невозможно как бы, да, невозможно даже описать, то в помощь к ним мы приглашаем желающих поработать волонтеров. Помощь будет разная, мы об этом поговорим, наверное, больше в узком кругу комитета. Единственное, что я немножко обрисую профиль, кому, наверное, будет интересно в рамках детской программы. Если вы планируете когда-нибудь завести детей, вам к нам, потому что вы поймете, вы увидите много вещей, как с детьми общаться, какую радость дает качественно проведенное с детьми время. А? Если у вас уже есть дети, вам 100% к нам, вы увидите, насколько можно по-другому с ними выстраивать. Если у вас нет педагогического образования, это не просто не помеха, это даже плюс, потому что зачастую человек, обладающий педагогическим образованием, у него есть какое-то свое видение, да, и он не всегда готов, и по себе знаю, у самой диплом, не всегда готов открыть рамки и дать войти чему-то новому. Детская программа работает с 9 утра до 6 вечера, то есть волонтер, который участвует в этом комитете с полседьмого вечера до ночи абсолютно свободен, это понятное дело. Мы работаем пятницу, субботу, в четверг, да, надо будет помочь привести в порядок помещения, оформить их, скажем так, но такие подробности мы расскажем подробнее. Я к чему? Ребята, если вы никогда не пробовали, у вас есть шанс, шанс попробовать взаимодействовать с детьми в дружелюбной обстановке, в обстановке, когда рядом есть профессионалы, мадрихи или воспитатели, которые отнесутся доброжелательно к вашим промахам, если они есть и поддержат и так далее, ну и в общем-то это кайфово, ребят. Катя. А когда Катя не начала, мне важно уточнить в пользу этого комитета, ну, чтобы не было непонимания, это не значит, что вы должны будете поднять с 9 утра до 6 вечера на какое-то время, когда вы... Гена абсолютно правильно говорит, я имею в виду, что да, как бы та смена, которую вы получите, она будет в этих временных рамках, это не значит, что с 9 до 6 здесь. Понятно, что да. Да, у нас еще будет такая точка тусовки мамочек с детишками, с маленькими, которым нет трех лет, которые мы не можем взять за них ответственность, но мамочки хотят общаться, детки хотят тоже как-то вместе ползать, и будет у нас такое место, и там будет тоже такая минимальная программа, да, там порисовать, попеть песенки, похлопать в ладошки, и, ну вот, это тоже будет такое место, и там где-то иногда тоже нужна будет такая минимальная помощь, или там помочь, не знаю, приобрать шарики разбросанные, надуть их, наоборот, или что-то такое, но это так, чисто такое место тусовки, где будут мамочки, бабочки, детишки ползающие, в сон так же в клет, это маленький, это да, это будет такая новинка, и новинка у нас будет в театрах, да? Вот это точка для мам с детьми до трех лет, хотя мы не предоставляем программу, это пайлос, это первый раз мы такое пытаемся сделать на Лемули, потому что, да, мы видим, что все больше и больше мам, которые с колясками, каждая сама неприкаянно шляется, а нам все-таки хочется, чтобы они как-то сбились в стаю и тоже кайфово потусовались бы. Ну вот. Меня зовут Роман, я представляю пиар-комитет. Знаете, как рекрутируют в американскую армию? Там нет обязательного призыва, то есть туда идут добровольцы. И, в общем, одна такая самая знаменитая реклама. Мы дадим вам возможность увидеть мир, познакомиться с интересными людьми и убить их. Одна из задач пиар-комитета это объяснить, чем мы тут занимаемся и зафиксировать то, что происходит, чтобы это вошло в историю, потому что, если мы это не зафиксируем, то это как-то, в общем, пройдет мимо. Собственно, я буду краток, вижу, что люди уже устали. В общем, если кто из вас любит фотографировать и умеет фотографировать, кто из вас умеет писать, обращайтесь к нам. Все. Друзья, сейчас на экране появится небольшая напоминалочка, какие комитеты сейчас были перечислены. Что будет происходить сейчас? Вы возьмете листочек бумаги, они идут А4 в целях экономии и защиты природы. Я рекомендую вам их разорвать на пару частей, поделиться с соседом. У кого-то, если есть ручка, она поможет, потому что ручка у нас дефицит, делитесь ручками и так далее. Нет, дослушайте, пожалуйста, а потом начинайте делиться ручками и бумажками. Каждый из вас сейчас, друзья, это важно, пожалуйста, слушайте все. Кира, Лиза, есть, ура. Каждый из вас сейчас напишет три комитета с точки зрения своих приоритетов, куда бы ему было интересно попасть. и один комитет, который точно нет. Вот сто процентов даже под страхом смертной казни нет. Я уже слышу. Но мы ожидали этого. Вот. Соответственно, мы не обещаем, что мы полностью будем соответствовать вашим пожеланиям, но мы обещаем, что вы не попадете в тот комитет, в который не хотите попасть точно. Хорошо? После чего вы подписываете, подносите ко мне сюда эту бумажку, и у нас, я внимание, сейчас сделаю, скажу, когда перерыв, у нас перерыв будет до 12 часов, 40 минут, чтобы мы вас всех распределили, покурили, попить кофе и так далее. После этого мы встречаемся здесь, уже внутри своих комитетов, вы немного поговорите, и мы вас отпустим. Хорошо? Ура. Это самое важное, что я забыла сказать. Первое, что вы пишете разборчивым четким почерком свое имя, как вас зовут. Желательно, печатные буквы. Небольшая расшифровка по-русски того, что написано на экране. Итак, режим, очень мудрится сейчас, это регистрация. АФК в нашем случае переводится как логистика. Хелт-деск это информационная точка всего и всея. Марцин это веки-дот. Это преподаватели, лекторы и классы. И пиар это паблик-релэйшн. Это то, что Рома так красиво рассказывала. Итак, представители органитета, пожалуйста, я вас рад, с радостью уже на сцене. Ура! Я знаю, что все уже достаточно утомились и мы очень скоро уже закончим. Спасибо вам за терпение и за живость. Назовем это так. у нас был очень сложный выбор. У вас тоже был очень сложный выбор. Я сейчас прочитаю у тех людей, которые попали в комитеты, после чего у нас будет небольшое что-то. А после этого мы разойдемся по комитетам, чтобы все могли чуть-чуть посидеть и все обсудить. И на этом мы закончим сегодня. Хорошо? Если кого-то из вас сейчас я не прочту по какой-то причине или кто-то из вас попал в тот комитет, в который категорически не хотел попасть. Мы старались, чтобы это было не так. Но если все же это случилось, подойдите просто ко мне сразу после и мы разберемся. Хорошо? Ну хорошо. Пойдем с конца. Комитет пиара. Михаил Ревзин, Борис Шиндер, Андрей Диньев. Можно видеть, кто? То есть, когда он знает, не может, поднимать его. Зачем? Ну просто потом подойдешь и познакомишься. Заново. Михаил Ревзин, Борис Шиндер, Андрей Дивейкин и еще два человека, которых сейчас здесь нет. Рома о них знает. Итак, детская программа. Аня Бельцер. Аня Счастливчиков. Это, да, действительно, имена Счастливчиков, героев. Аня Бельцер, Люба Йофе. Аня Никуличев, Лиза Любавский, Света Цивина и Аня Першукова. Мокет. Тот же АФК, тот же Логистика. Марины Софер, Ярыльченко Вадим, если я изменяю ваши фамилии, простите меня, пожалуйста. Даник Жезмер, Федь Воробьев, Юлия Царинок, Полина Сахарова, Полина Паркас, Алена Гурков, Дима Мельниченский, Юля Брискина, под вопросом пока что, Илья Слуцкий, Сергей Запорожен, Запорожен, и будут с вами еще другие люди, которых тоже здесь сегодня нет пока что. Дальше. Решум. Михаль Козлова, Шура Барский, Даша Агабитов, Яна Устинова, Анат Козел, Карпухина Аня, Таня Леандерс, Мария Чиркина, Вика Черняк, Ксюша Русакова. Хелп Деск, Леня Завин, и дальше девушки. Он привык, если что, его здесь нет, а не он к этому привык. Он женат, все хорошо. Молодые люди, если волонтеры, кто хочет, в комитет. Ладно. Лена Банич, Нава Гоникман, Юля Кацва, Работникова Влада, Кричевская Вика, Корнилова Юля, Шулека Оля, Лебицкий Лея, Кадученко Лора. И будут у вас еще тоже люди. Марцы. Юлика Отцевич, Юлика Валева, Саша Агранов, Александр Т. Трояновский. Аня Савицкая, Кира Королева, Женя Шидер, Добжанская Наташа, Яна Никуличева, Алина Михайличенко, Леонид Галин, Лера Сигал, Леоня Лазарев, Маша Тишкова, и будут еще люди. Есть ли кто-то среди присутствующих здесь сейчас, кого я вообще не назвала? Ура, мы это сделали. Может, я в это не верю? Хорошо. А перед тем, как мы разойдемся по комитетам, мы хотим внести немножко деструктива в нашу и без того деструктивную встречу. Дело в том, что сегодня у одного из волонтеров день рождения. Мы не знаем, сколько ему лет исполняется, он для нас всегда молодой. Сколько бы не исполнялось, Шура. Мы, да, поздравляем с днем рождения, безумно рады, что ты с нами, и что вообще, несмотря на то, что день рождения, ты приехал к нам сегодня. Вот. И мы хотим спеть тебе «Айом-йом-у-реды», только не я солирую в микрофон, а мы все вместе поем в хору. Итак, три-четыре. Айом-йом-у-реды, 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 Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, маленькое объявление до того, как мы сейчас разойдемся. Мы с вами уже... Кидайтесь на него. Кидайтесь на него, да. Мы с вами вот таким вот составом встретимся уже только на Лимуде. Я вам напишу об этом письмо, так что ждите мои письма, иногда проверяйте папку спам, потому что я так поняла, что некоторые получают из вас мои письма туда. Я хочу сказать, что те, кто еще не успел зарегистрироваться или у кого остались дополнительные какие-то вопросы по поводу регистрации, подойдите к Анне Гутерман, чтобы решить эти вопросы. После встречи. После встречи, да. Вот. По всем другим вопросам я с воскресенья, в смысле с ночью, с субботным воскресеньем улетаю, поэтому если вам нужно будет достать меня по каким-то вопросам, пишите мне письма или в Facebook, но не звоните, потому что я не отвечу, чтобы вы не расстраивались из-за этого. Вот. И последнее, что я хотела сказать, я улетаю до самого Лимуда, я прилечу и попаду уже на Лимуд, так что вообще не звоните, да? Просто пишите. И последнее, я хочу сказать, что мы, вы сейчас обсудите это в комитетах, но я хочу просто проговорить это вслух. В прошлом году по итогам Лимуда я отправляла такой опросник, кто-то его запомнил, и среди вопросов, я надеюсь, что люди здесь присутствуют, обидно, если они в итоге решили не ехать волонтерами на Лимуд. Один из вопросов был, готовы ли вы, были бы присоединяться к процессу подготовки Лимуда, не на самом Лимуде, а чуть-чуть заранее. Поэтому, если среди вас были эти люди, удивительные счастливчики, которые написали, что им бы было это интересно, и даже хотелось бы участвовать, каким-то образом помогать оргкомитету непосредственно перед Лимудом. Поэтому, если среди вас есть такие люди, которым интересно и хочется как-нибудь нам помочь, а у нас в последний месяц всегда есть очень много напряженной работы, которую нужно подхватить, сделать, помочь и так далее, пишите также об этом мне или скажите об этом сейчас координаторам ваших комитетов, чтобы мы знали, что мы можем на вас рассчитывать, и вы знали, что вы можете нам помочь. Хорошо? Спасибо вам огромное, было очень хорошо. Друзья, все, кто его назвали, комитет логистики, мы будем сидеть здесь, так что подходите вместе со Стульевым. Марцин здесь. Ура. Да, вопрос. Для волонтеров, мы собираемся на письмо... Я напишу письмо об этом. Письмо про то, когда мы собираемся и уезжаем, я напишу вам. Приятного аппетита! Спасибо. 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 Спасибо.